хей окей с вами шумки мы продолжаем родить игру под названием агент лист операции рода робопеса так мы с вами проникнули в принципе в этого самого пса виде официанта какая замечательная духовка можно ей воспользоваться извините вы инструкции по использованию строго сказано что духовкой может пользоваться исключительно шеф-повар а вы не выглядите как шеф-повар дина на кухне готовить обед раз в три отличная духовка можно ей воспользоваться извините а не не только шеф-повар имеет право пользоваться этой духовкой вы на него совсем не похожи 1 2 3 так подождите я хотел посмотреть нет зачем зачем такая теперь можешь без пропуска до заходи рейджной я смогу потом пойти сделать еще одну себе фотку так уж мы сразу на запасы сделать хотя вот такой пирог вы бы испекли для футбольной команды круглый как футбольный мяч конечно дина полетели так цветок обычная размер винировых мусоловок составляет 15 20 сантиметров должно быть это какая-то мутировавшая форма спасибо как наполеон леров я догадывался что вы связаны с этой иностранной компанией смелли и так знаменитый агент лис хочет помешать не установить мировое господство мировое господство ну конечно так как вы один из тех кто может оценить мою гениальность по достоинству я расскажу вам о том что задумал должно быть вы уже видели коробку с роботом от компании смелли вот я создал копию этого робота увеличенную в тысячу раз и где же вы смогли спрятать такое чудовище какой вы недогадливый лис вы в нем находитесь ну конечно такого огромного робота очень просто спрятать на международной выставке особенно если в его голове находится ресторан я люблю хорошо поесть смотрите как я собираюсь покорить мир все кто покупает билеты на международную выставку не понимают что при каждом повороте турникета они поворачивают шестеренки высокотехнологичного механизма владельского робопса когда на выставку сойдет миллионный посетитель робопес накопит достаточной энергии и начнет свое разрушительное путешествие по земле как только мой робот включится президенты всех стран придут просить меня о пощаде робота остановить невозможно его даже выключить нельзя потому что у него нет выключателя да я убрал его выключатель и надежно спрятал на территории выставки вы никогда не найдете его это вы так думаете ли ров даже если вы найдете выключатель вам еще понадобится специальный код и даже если у вас будет год и выключатель вы никогда не пройдете мимо самого умного анализатора дыхания который открывает вход внутрь робопса и это единственный вход во внутреннее помещение вам не удастся остановить меня лис не стоит даже пытаться сделать это лирош я разрушу ваши планы вы не сможете а теперь мистер лис прощайте судя по этим ужасным металлическим зубам я попал к робопсу в пасть это просто отвратительно ну если она простой тогда сразу там видно я должен выбраться отсюда и остановить коварного лироша если бы я только смог пробраться к пожарной лестнице сквозь эти зубы теперь я смогу собирать сведения о лироша и как же это не самая удачная идея хорошо что тут еще используется понятно что вот это юзабельная работники лироша не очень четко следовали инструкциям сборки кажется они пропустили несколько шестеренок в этом хитроумном изобретении схема пожарной интересна куда подходит эта шестеренка не знаю слишком большая шестеренка блин обидно слишком большая шестеренка я уверен эта шестеренка должна куда-то подойти какая ложка я должен сбежать отсюда как понять собирать сведения настоящего шпиона никакие зубы не удержат а теперь пора помешать лирошу осуществить его план меня вызывает павианна я должен ответить на звонок пожалуйста подождите агент лис волтер жучок перехватил сообщение от микрорыбки дотти шифр откуда оно поступает похоже что с выставки микромир микромир говоришь глупое название связь постоянно с помехами волтеру необходимо подойти ближе к микромиру ты можешь забрать его здесь в мобильном командном центре кстати я знаю что замышляет наполеон лирош все данные отсылаю шпи часами удачи павианна конец связи если я сошиваюсь рыбка дорти фиш это отсылка на рыбку специально где в большинство играх идете поставлять тот же дома остальные другие где еще были это в новом доме я помню был то часто в основном от компании и до делают так у нас с вами четыре варианта куда можно пойти давайте сюда пойдем это ботанический сад совершенно верно я мадам божья коровка грустная владелица ботанического сада я заказала прекрасную розу у наполеона лироши а он вместо нее прислал это ужасное растение мутирующую венерину мухоловку зато клетка хорошая клетка с замком и у меня нет кода к нему кроме того эта мухоловка что-то зажала у себя во рту интересно это выключатель со стороны лироша было глупо скормить выключатель этой мухоловки я должен достать его и найти розу для божьей коровки да задание не из легких теперь я смогу спросить где можно достать розу для божьей коровки а типа так подходишь к игроку а ну-ка что вы можете рассказать о наполеоне лироши он прислал мне эту мутирующую венерину мухоловку вместо розы почему он это сделал вы не знаете надо полагать это проявление его ужасного характера есть какие-нибудь предложения где я могу найти розу виктор служащий катка он всегда охутан запахом роз может быть он поможет тебе служащий катка виктор пахнет розами интересно каток скорее всего он меня даст то что мне нужно только тому увеличительное стекло я использую его чтобы исследовать все листочки и лепесточки и моих любимых растений так слышишь ты точно лишь крайнюю шпион мне нужно чтобы умел кататься опа куда этот ушел ладно что здесь у нас походу это выход так ладно давайте начнем тогда с катка кажется вы чем-то сильно расстроены дети в наше время совсем ничего не знают о великих фигуристов помните пегги хамиль и ее великолепное выступление нет не помню и я тоже святые очень красивые розы да вы правы моя работа награждать розой каждого кто правильно сделает двойной тулуп это поможет мне узнать что-нибудь о прыжке двойной тулуп для начала мне нужны кольки награда имени мистера свина за победу в фигурном катании и одновременную игру в карты 1996 год кажется мне что сам мистер свин и получил эту награду даже не подозревал что он столь грациозен должно быть это и есть желанная статуя неподвижности она дается только тому кто дольше всех неподвижно простоит на коньках серебряная статуэтка за тройной переворот чашки кофе без пролития 1981 год золотой кубок за самое долгое чекание во время представления 1974 год вы не могли бы сказать мне как выполняется двойной тулуп извините я в этом не разбираюсь но где-то на выставке есть настоящий асфа фигурному кота спасибо походу мне нужно подождать когда приедет эта девушка ничего не получится тогда мне нужно пойти поискать еще кого-то у него что на ухе ну что это фиг узнать так там мы были да это по ходу выход они войне идти за коньками вы знали что из слова сувенир можно получить слово вирус нет я об этом никогда не думал центр клавирования еда на палочках вы уже давно занимаетесь сувенирной продукции уже третий год не хотите по этому поводу сувенир у меня есть симпатичные сувениры я лучше подожду сувенира я по случаю пятилетнего юбилея так хорошо давайте сюда опа опа я понял что мне нравится в массаже больше всего что ой момент когда он заканчивается теперь ты будешь легким как пушинка так я что можешь рассказать мне об этом призе тебе действительно это интересно да конечно очень в молодости все меня называли прекрасная медведь я была самой известной фигуристкой а вот я и так и подумал а теперь мы спросим что вы знаете о двойном тулупе ты выглядишь напряженным дай-ка я сделаю тебе массаж когда я была фигуристкой прекрасная медведь я не раз выполняла двойной тулуп все премудрости этой фигуры детально описаны и изображены в виде схемы в последнем номере журнала трюки на льду в виде схемы а можно мне ее взять она твоя слабенький спасибо и землю но а а а вот а а а а а а а а лучше так нажимать просто смотреть здесь что происходит да и все так ладно это что еще так это не активно точно нужно идти сейчас на выхода взять этот коньки минуточку как у вас есть печать на лапе скорее нет чем да я лучше поставлю вам печать тогда вы сможете вернуться на выставку вот так удачного дня спасибо так отлично значит я могу вернуть любой предмет который мне нужен давайте наверно на какой случай оставить на самом деле я уже заждался тебя компания смели как всегда творит свои грязные делишки дружище уолтер лучший подслушивающий жучок шпион компании рад снова работать с тобой волк да я тоже джеймс помнится в прошлый раз кто-то очень сильно похлопал по карману да было извини так значит ты получил сообщение от доти шифр да но все что я смог расслышать перед тем как оборвалась связь так они не ссылка я обнаружил нахождение доти шифр это важно сигнал поступал с выставочного павильона под названием микромир микромир говорит должно быть этот мир как раз под твои размеры хорошо давай ко мне в карман я доставлю тебя в микромир только по карману не хлопай то есть нормально я помню а на спросу получить прибавлять карман тогда все ясно так что я думаю нам не нужен дубликатор я вернусь мне нужно это устройство я просто вернул это в автомате шпионскими устройствами так теперь мы что делаем каток в общем не давай протеста шаг нет скажите мне об этом не менее просто найдет ладно меньше нужно было ждать все это что он хотя бы в этот раз вкратце все рассказал так но сейчас мы получим розу как раз делаем две вещи и получим уже одну часть нужны нам после мы пойдем в микромир что позволит на подождите а что нас вор не генд лист хорошо дальше обычная реклама всемирная фонтанчик всемирная выставка хорошо полетели сюда так коньки говоришь это не самая удачная идея это не самая удачная сейчас я могу показать все что умеет в фигурном катании после берем тебя за особо на них все делают это было сногсшибательно ладно они все равно мне больше не нужны вы сделали это я уже тысячи лет не видел такого выступления спасибо какая великолепная красная рода так окей а ты можешь нам что-то рассказать за ух что вы любите в своей работе закрывать каток идти домой но мне кажется это объективно так хорошо полетели так мне нужно розу дать ей мадам эта роза вам подойдет спасибо вам теперь я смогу заменить эту страшную мухоловку на свою розу конечно если я открою клетку но к сожалению у меня нет кода к замку понятно может вы сможете достать мухоловку не думаю я же не гудини я должен найти код открывающий замок на клетке отсылка на гудини фокусе к окей летим тогда сюда ах ты съем меня вызывает командный центр пожалуйста подождите джеймс лиц наш информатор получил важные сведения о выключателе он ждет тебя на выставке еда будущего попроси сладкое яблоко сладкое яблоко понял спасибо павианна конец связи конец связи джеймс лиц подожди выключатель такая выключатель у этого нет так раз два ну погнали сначала наверно тогда сюда вводил еды яблоко возможно поэтому яблоко и считают символом мудрости вам нравится как они хрустят а вам нравится мне нравится как они хрустят яблоко может это мой связной замечательная маскировка я хочу сладкое яблоко пожалуйста конечно сэр принцип еды будущего в том что все продукты на палочках это позволяет наслаждаться едой без пользования вилки или ножа и не отвлекает от дел вот бесплатный образец сладкого яблока так сладкое яблоко вы разговариваете с яблоком нет я имел ввиду что теперь у меня есть сладкое яблоко только одно бесплатное яблоко в руки а теперь идите погуляйте по выставке может быть она хочет чтобы я вернулся когда будет меньше посетителей о это сладкое яблочко должно быть вкусное эй смотри что делаешь ты же не хочешь насладиться общением со мной в полной мере ах это ты ленни рад тебя видеть у тебя для меня есть важная информация да джеймс лис слушай внимательно только не смотри на меня в упор здесь полно шпионов на этом листочке найдешь все что тебе необходимо такой маленький как я все прочту что ты хочешь от меня мне же пришлось выгрызать весь текст мне пора а то все начинают обращать внимание выкинь яблоко в урну держись ленни все в порядке береги себя так ну в принципе я знаю даже где это можно использовать это реклама 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 все самое лучшее на палочке спасибо за внимание так я думаю можно сюда идти и пойдем мы с вами сейчас обратно к этой девчули и как раз на этом посмотрим изображение так я вижу квадрат звезду и треугольник я вижу и и значит это куда-то и 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 так окей может тогда сюда идти по кому что по кому что пока как какому что потому что у нас все равно ничего такого нет что можно склонировать добрый день кажется вы чем-то сильно расстроены я чувствую себя хуже чем муравей потерявшийся в лесу раньше со мной такого никогда не случалось прыгун в плаще мог выполнять головокружительные трюки а самым популярным был выстрел из пушки кажется это было захватывающее зрелище но потом случилось непредвиденное мы принимали участие в одном международном фестивале и мои помощники готовили трюк кто-то воспользовался их отсутствием и заменил мои счастливые очки с прозрачными стеклами на очки с темными стеклами так вам нужны ваши счастливые очки с прозрачными стеклами а вы когда-нибудь пытались разглядеть хоть что-нибудь через очки с темными стеклами нет не пытался что через темные стекла ничего не видно а могу тогда взять эти очки с темными стеклами я бы с удовольствием разрешил вам забрать их но других у меня нет очень жаль я постараюсь что-нибудь придумать кажется вы чем-то очень расстроен не думаю что вы сможете меня понять я попытаюсь вы знаете что я могу выполнять мой любимый трюк выстрел из пушки только в моих счастливых очках кто-то забрал мои очки на их место положил очки с темными стеклами в которых я ничего не вижу как же мне выполнять мой трюк если я не вижу куда нужно лететь после выстрела можете себе это представить я вам сочувствую да уж окей тогда пойдемте туда я иду куда-то не по нему куда смотровая вышка что это кажется это бинокль чтобы это не было она пропускает внутрь робопса только тех кто носит розовые очки этот прибор похож на анализатор дыхания экран розового цвета мне трудно что-либо рассмотреть так вот и а 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 зато тяжко на самом деле так управлять этим всем Но мы поняли то, что нам нужны розовые очки Так что здесь у нас Чисто небоскрёбы Окей Так, ланенько, выходим отсюда Мы, главное, самое заметили с вами Поэтому мы полетели Жалко то, что это дело нельзя пропускать никак И я плюс не знаю, можно ли это сохранять дело или нет Хм, тот злодей надел розовые очки, дунул на странный прибор и дверь открылась Должно быть, это и есть секретная дверь, о которой говорил Мирош Она ведёт внутрь рабовца Нужно узнать, как войти внутрь Берём очочки Эти розовые очки мне ещё пригодятся Очочки Водеваем эти очочки Подходим к двери, дышим Я действовал недостаточно быстро Нужно выбрать более удобное место для наблюдения Ага, я понял, что... У меня разболится голова, если я буду постоянно носить розовые очки Ну, тогда, я думаю, можно на этом и закончить Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok